Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о послании святого апостола Павла к Ефесянам. И сегодня мы говорим о третьей главе. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве, благодати Божией, данной мне для вас, потому что через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сынаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во кресте Иисусе посредством богоистования. Апостол Павел сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников. Апостол Павел пишет ряд своих посланий из уст, той сидящей в тюрьме. Как он попал, об этом подробно написано в деяниях апостольских, что, когда он проповедовал Христа Иисуса, его неуверовавшие сограждане подняли против него мятеж, пытались его убить, и он был арестован римской властью, и римляне его держали в тюрьме под замком, а потом его под охраной отправили в Рим на суд Кесарю. И он находится в тюрьме, он является узником. Быть узником очень тяжело, это тяжело всегда. В Древнем Риме, учитывая суровость римских нравов, это особенно трудно и тяжело. И, наверное, большинство из нас, находясь в тюрьме, находясь в заключении, терпя всякие неудобства и видя перед собой вполне вероятную мученическую смерть, сталкиваясь с враждебностью и ненавистью, пришли бы в большое уныние и огорчение. Я знаю, что легко прийти в уныние и от значительно меньших неприятностей. Но апостол говорит, что он сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников. То есть то, что он стал узником, это не значит, что он стал бедной жертвой обстоятельств. В том, что происходит, есть глубокий смысл. Он стал узником ради вас, язычников, ради спасения бессмертных душ. В том, что происходит, есть глубочайший смысл. И это дает ему силы переносить его заключение с бодростью и нести свое служение Богу. И очень важно, когда мы приходим в уныние, в растерянность, когда какие-то неприятные обстоятельства, помнить, зачем мы здесь находимся. У нас есть предназначение, у нас есть миссия, мы служим Богу. «Как вы слышали о домостроительстве Богодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко». То есть, тайна, о чем говорит о том, что Бог призывает к спасению все народы в Иисусе Христе. Для современников Павла, отметим это еще раз, существовал один народ Божий, это иудеи, которые знали истинного Бога. И были язычники, которые были людьми совершенно пропащими, идолупоконниками, которые погрязли во всяческом грехе. И апостол говорит, Бог хочет спасти в Иисусе Христе всех людей, как иудеев, так и язычников. «Чтобы и язычникам быть с наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством богоествования». И далее он пишет, «Которого служителем сделался я, подору Богодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, богоествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Мы видим, что, с одной стороны, апостол говорит о величии своего призвания. Он апостол Иисуса Христа. Он на этом настаивает. Он говорит о том, каков его статус, какова его миссия. Она очень важна, и он этого не скрывает. Но он говорит, «Служителем сделал себя, подору Богодати Божией, данной мне действием силы его». То есть апостол в то же время говорит, что он обрел это служение не потому, что он такой молодец, не потому, что он выдающийся человек, не потому, что он добился этого как свое личное достижение. Нет, подору Богодати Божией, данной мне действием силы его. Дальше он пишет, «Мне наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Пишет, говорит о себе, «Дай наименьшее из всех святых». То есть дело не в том, что он такой, он не возносит себя, но он возносит Божию Богодать. Богоестовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство, мы бы сказали, план, замысел, тайны, сокрывшиеся от вечности в Боге, создавшемся Иисусом Христом. Дабы ныне соделось известной через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшемся Иисусом Христом. Замысел Бога о мире состоит в том, чтобы явилась Церковь. Для чего Бог создал мир? Бог создал мир ради святых. Бог создал мир для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Вся Вселенная создана для того, чтобы святые пришли в Царство Божие. Вот все эти галактики, вся эта огромная-огромная Вселенная, Земля, звезды, планеты, все создано с определенной целью. Этой целью является Церковь Божия. Этой целью является Божия семья, которая в итоге должна воссоединиться с Богом в его Царстве. И в этом состоит тайна, которую возвещает апостол Павел, и он упоминает в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Иисус Христос еще раз, как в послании к Ваценам, например, назван Создателем. Мы видим, как он еще раз возносится, ему славится божественный статус. «Дабы ныне сделалась известную через Церковь начальством в властях на небесах многоразличная премудрость Божия». Начальством в властях на небесах, ну, понятное дело, что имеется в виду духовные начальства и власти, не имеется в виду гражданские власти, имеется в виду ангелы, различные ангельские иерархии. И обратим внимание, что апостол здесь говорит очень интересную вещь, что ангелы не знают некоторых вещей, и они узнают их через Церковь. Что таково величие Церкви, что многоразличную премудрость Божию даже ангелы узнают через Церковь. По предвечному определению, которую он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. То есть призвание язычников, призвание нас с вами, создание Церкви – это предвечный замысел Бога, в котором, то есть во Христе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые сутят ваша слава. Ну, что значит дерзновение мы имеем? Это значит, что мы можем приходить к Богу в молитве, как к нашему Отцу, с полным доверием, не как преступники, которые прячутся от наказания, но как родные дети, которые будут приняты. Мы можем обращаться к Богу с дерзновением, не со страхом перед наказанием. Конечно же, Библия много говорит о другом страхе, о богоговейном страхе, о страхе, который выражает глубочайшее почтение перед Богом. Но есть другой страх там перед угрозой, когда мы просто стараемся не попасться кому-то на глаза, как я видел документальный фильм о какой-то корпорации, и там начальник этой корпорации был человек такой неприятный достаточно, хотя и гениальный предприниматель, ему старались на глаза не попадаться, вот его все избегали. И мы напротив приходим к Богу с дерзновением, то есть мы не боимся, мы не ожидаем встретить со стороны Бога какие-то наказания, какие-то упреки, но мы приходим с дерзновением, зная, что нас любят, что мы будем приняты. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые, суть слава, ваши. И это значит, что в любой тяжелой жизненной ситуации мы знаем, что любовь Божия неизменна. Потому что иногда человек говорит, столкнувшись с какой-то бедой, с какой-то проблемой, за что меня Бог наказывает. И в этом есть такой оттенок, что вот Бог, он, Бог ко мне относится на самом деле, Бог хочет по мне как следует ударить. Наверное, я его чем-то рассердил. Нет. В любой ситуации мы знаем, что Бог нас неизменно любит. Даже в ситуации каких-то тяжелых скорбей. Мы знаем, что мы возлюблены Богом. И что скорби попущены нам, как апостолу Павлу попущена тюрьма, для того, чтобы мы могли послужить Богу. И далее апостол говорит, «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, веру и вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее уразумение и любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. А тому, кто действующую вас в силу, может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во всероды, от века до века. Аминь». И апостол еще раз возносит благодарение Богу, преклоняет колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, и он просит, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть, о чем здесь говорит апостол? Вот есть внешний человек, который тлеет, мы все стареем, мы все болеем, мы все в итоге умираем. Есть внутренний человек, есть внутренняя зрелость, когда человек обретает духовную наполненность. Я помню, как меня давно очень поразил облик одного очень пожилого священника. я его случайно встретил абсолютно. Я даже не знаю его имени, были не знакомы, я просто только лицо его увидел. Меня поразила печать спокойствия, мира и глубокой доброты на его лице. То есть, это, конечно, был довольно старый, немощный уже человек, но внутри чувствовался вот этот внутренний человек, просто при взгляде на его лицо. Это выражение кротости, милости, доброты и любви на его лице, оно указывало на том, что духовно этот человек возросший, духовно этот человек зрелый. И пока мы живем христианской жизнью, в нас свершается этот рост внутреннего человека. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Христос пребывает в сердца христиан и действует через них. Вот в этом отношении, знаете, как есть такой титул «вице-король». Ну вот был король в Британии, и он ставил вице-короля в Индии. Там, Индии правил его наместник от его лица. И в этом отношении христиане являются вице-христами, которые действуют в мире от его имени. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться плана той Божией». Мы должны возрастать в разумении того, насколько сильно, глубоко и широко нас любит Христос, и через это исполняться плана той Божией. И далее апостол возносит хвалу Богу. «А тому, кто действующему в нас силу может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во всероды от века до века. Аминь». И апостол полагается на Бога в том, что Бог будет совершать эту работу Святого Духа в сердцах его верных. И далее апостол рассуждает о том, что из этого следует для практической жизни, как это все должно проявляться в том, как мы живем. Но это уже четвертая глава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!